Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами программа «Горячая линия» и я, ее ведущий Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Тема сегодняшней передачи будет посвящена стратегии развития города. Что мы будем делать, какое место мы займем в обойме Украины, где мы будем работать и как мы будем жить. И для этого мы подготовили следующий сюжет. Одним из наиболее технологичных мест в мире есть канадская миссисога с населением 730 тысяч. Такий статус місто отримало завдяки меру жінці Хейзел Маккаліон. Вона покинула крісло меру 93 роки в 2014-му, обралася 11 разів поспіль та була градоначальником загалом 31 рік. Її стратегія заснувалася на тому, що окремий населений пункт має працювати як бізнес. Розвиток миссисогі починався з рішення інфраструктурних проблем. На початку 80-х років мер постановила створити на занедбаних фермерських землях транзитні термінали та торговельно-розважальні центри, що в свою чергу привело до розгалушення мережі доріг. Городяни були позбавлені податку на власність на 12 років. В місті розвивалися велосипедний та рух громадського транспорту. На початку 2000-х там було відкрито один з перших веб-порталів, через який можна застрахуватися, сплатити штраф, придбати квитки, брати участь у конкурсах на міські підряди тощо. І не цікавіше, що в муніципалітеті офіційно працюють 4 людини – мер та 3 помічники, плюс 11 депутатів. Все інше віддане на аутсортінг. Місто Куретіба, що в Бразилі, архітектор та інженер за фахом Жеймелернер, обирався мером цього міста тричі поспіль. В 70-х роках тут було безліч проблем – суцільні злидні, кілометрові пробки на автошляхах та велика кількість вузьких та надзвичайно брудних вулиць. Новий мер започаткував програму очищення трущоб. Пакети зі сміттям обмінювали на їжу та квитки на транспорт. Рибалкам, яких в Куретібі, немало додатково сплачували за зібраних в бухтах сміття. Навколо самого міста було багато долин поїм. Тут не стали будувати дамби, муніципалітет викупив землі і створив на цьому місці парки. Проблему швидко зростаючої трави вирішили вівці, руно з яких використовували для благодійних програм. І нарешті місто Балтімор в США. Колишній музикант та поліцейський Мартін Омеллі був обраний у 1997 році мером міста. Було йому 39 років. На посаді прослужив два терміни. І в 2002-му, за версією журналу «Сквайр», був названий кращим молодим мером країни. На початку своєї роботи Омеллі вирішив досконалити електронну систему статистики, яка отримала назву «Сіті Стар». Завдяки її роботі можна було контролювати всі інфраструктурні процеси. Громадські роботи, заклади, питання аренди, поліцію, транспорт. Кожні два тижні відбувалася оцінка роботи муніципальної влади. А сама комп'ютерна система дозволила зберегти Балтімору 100 мільйонів доларів. Життя городян зробити комфортнішим. Ждет ли Николаев такое чудо, мы узнаем у нашого гостя. Сегодня в студії у нас мэр города Николаева Александр Сенкевич. Здравствуйте. Добрый вечер. И начнем мы вот с чего. Вы посмотрели сюжет этот, вы получили такой огромный карт-бланш на выборах от наших жителей. Скажите, мы будем когда-нибудь такое чудо видеть, лицезреть, жить в таком чуде? Уверен, что когда-нибудь мы будем жить в таком чуде. Другой вопрос, что все вышеперечисленные города, я смотрел тоже этот сюжет и немножко как бы себе оценивал его, они действительно находились в странах, которые очень стремительно развивались. Вопрос того, что есть внутренние ресурсы городские и есть внешние ресурсы, которые возвращаются в виде там каких-то субвенций из государственного бюджета, федерального бюджета, в частности там в США или в Канаде. То, что касается города Николаева, у нас действительно есть проблемы с деньгами. То, что можно настроить очень хорошо процессы, можно настроить очень хорошо все вопросы, которые касаются статистики, контроля и так далее. Ну, опять же, остается простой вопрос, вопрос технологий. То есть, если мы говорим о том, например, как мы будем укладывать, будем ли мы делать ямочный ремонт или мы будем полностью срезать и укладывать дорогу по-нормальному, или выносить, допустим, те люки канализационные с дороги и выносить их там на зеленые зоны, да, то есть, что надо, нужно делать. Вопрос цены, то есть, вопрос цены. Понятно. То есть, вы хотите сказать, что в Украине с нашими деньгами сейчас это невозможно? Трудно. И я был готов к такому ответу, и поэтому я хочу вам привести следующий пример. В Украине, в Ровенской области есть такой город Кузнецовск. В нем всего лишь 50 тысяч населения, и после победы Майдана исполнять обязанности мэра стал некий Игорь Куц, который сделал следующее. Он обратился в Фейсбуке к горожанам со следующим обращением. Друзья, ищу людей в команду патриотов, готовых качественно менять в городе все. Денег нет. Если вы готовы бесплатно помочь городу, я готов рассмотреть любые ваши предложения, проекты «Слава Украине». Люди не заставили себя долго ждать. Пост получил огромный резонанс. Некоторые активисты занялись обеспечением безопасности и создали ГО муниципального арта. Некоторые взяли на себя творческий досуг детей, создав хендмейд, мастерскую и творчая кухня. Одни представляли бесплатную юридическую консультацию, обучали людей осваивать свои права. Другие занялись ремонтом дворов, складчину с городским бюджетом. Третьи создавали ОСББ и так далее. За полтора года они достигли следующих пунктов очень много. Я их перечислять не буду, но среди того, что было сделано, по моему мнению, самое главное, это они открыли центр предоставления административных услуг и напрочь лишили чиновников общения с людьми. В больницах электронная запись в очереди. Плюс они общаются с людьми постоянно с помощью Телеграм и Фейсбук. И каждое обращение рассматривается, ну разве что кроме аккаунтов «Киса-Киса» или «Храбрый дятел». А так, в принципе, все это происходит. То есть скажите, что вам сейчас мешает это сделать? Это не настолько ресурсоемкие проекты. Согласен с вами. Мы этим и занимаемся, в принципе, переводя и вводя электронные документы оборот и создавая новый, точнее обновляя наш центр предоставления административных услуг. Сейчас, в данный момент, мы занимаемся поиском помещения нового, более удобного, чем правое крыло здания городского совета. Мы ищем более удобное с точки зрения подъездов помещение. Планируем в ближайшее время тоже сделать там ремонт. Кроме того, в ближайшее время нам передаются еще дополнительные функции. То есть функции регистрации имущества, земли, возможно даже работа с паспортами, документы на оружие и даже вполне возможно, что водительские права. Уверен, что именно такое, ну скажем, передача вот в ЦНАП этих полномочий действительно уменьшит коррупционный фактор, потому что человек, который будет принимать документы, человек, который будет работать с документами, это будут разные люди, которые не смогут там между собой даже договориться, потому что они будут сидеть в разных местах. То есть, уважаемые телезрители, нам сейчас мэр это пообещал, будем ждать. Мы все помним. И через две недели, когда мы с вами встретимся снова, мы зададим вопрос по поводу ваших обещаний. Я надеюсь, вы нам дадите разумительный ответ. Но хотелось бы сейчас обсудить в самом деле самый главный вопрос, куда двигается Николаев. Сейчас краткая фабула выглядит так. В советское время, когда было так называемое плановое хозяйство, у каждого региона, у каждого города было, скажем, отделено свой участок, где он работал. Николаев был город судостроителей. И, соответственно, вся инфраструктура работала на это. То есть, это были и вузы, и подъезды, и так далее. То есть, в общем, собственно говоря, осуществлял успешно эту деятельность. И каждому городу в Советском Союзе было отведено конкретная ниша. Задание, да. Мы, вроде как, к рынку перешли. Но в развитых странах, где нет плановой управляемой системы, там это все диктует рынок. При поддержке городских властей, как мы видели в сюжете, в первом особенно, человек себе сделал вывод, что мой город будет заниматься бизнесом. И это действительно так. И, более того, чего не было в сюжете, к ним переехал офис Microsoft. А этот город находится от Торонто в 50 километрах. То есть, они у Торонто практически весь бизнес забрали. Ну, не весь, но, скажем, такие компании, которые не работают физически на поле. И у меня вопрос. Каково ваше видение? Какие стратегические направления деятельности вы будете непосредственно поддерживать как мэр? С позиции того, где людям потом работать? Где искать работу? Какие специальности приобретать? Как переквалифицироваться? Пожалуйста. Спасибо. Значит, ну, хотел бы еще отметить, есть такое понятие, как заработок на душу населения. Да, там, и простой подсчет, это просто бюджет города, да, там, годовой бюджет разделить на население. То есть, если вы возьмете Николаева, там, это будет, там, порядка, там, 5 тысяч, там, гривен на человека в год. То есть, ну, в месяц имеется. Если мы возьмем, к примеру, Ильичевск, который намного меньше, да, ну, это будет около 8 тысяч. То есть, почему так происходит? Потому что есть предприятия, которые платят налоги, которые формируют бюджет. Бюджет образующий. Да, там, прибыль приносят в бюджет, и люди, как бы, пользуются теми благами. Это не означает, что человек получает эти 8 тысяч. Это означает, что просто вот на этого человека, вот, расход бюджета примерно такой, на одного человека. Поэтому говорить о том, как мы будем хорошо жить, можно только с той точки зрения, как мы будем хорошо зарабатывать. И, правильно, стратегические направления, какие стратегические мы можем развивать сейчас. Те, которые у нас либо начинают развиваться, и нам просто нужно им помочь, чтобы они дальше развивались, либо открывать новые какие-то. То, что касается, что сейчас у нас развивается, это действительно развивается у нас портовая инфраструктура. Действительно, перевалка через Николаевские порты ежегодно увеличивается. На это мы влиять, ну, в общем, как городские власти не можем. Мы можем только, скажем, сотрудничать с ними в сфере того, чтобы меньше убивались наши Николаевские дороги. Потому что, при том, что у нас там, будем говорить, образно говоря, 500 миллионов бюджет развития, 130 миллионов мы тратим на дороги. Отличный вопрос. Вот по поводу бюджета, по-моему, у Игоря был вопрос. Там очень интересный. Он очень вам хотел спросить. Да, хорошо. Тогда я включусь с разрешением. Бюджет участия. Есть такая интересная штуковина. Для того, чтобы телезрителям было понятно, что это такое, я попытаюсь объяснить со своей стороны. Александр Федорович уже расскажет, что это такое со своей точки зрения. Бюджет участия. Вот в каждом городском бюджете есть как бы условных две части. Бюджет, с которого город живет, и бюджет развития. Защищенный, скажем так, кстати, который нельзя там... Подождите, сейчас расскажете. Я задам вопрос. И вот с этой второй части, которая, естественно, гораздо меньше, к сожалению, из бюджета развития, по опыту уже четырех украинских городов, можно судить о том, что так называемый бюджет участия уже заработал в Украине. Бюджет участия – это так называемая обратная связь городской власти и жителей города. То есть небольшой кусочек из бюджета развития, который называется бюджет участия, отдается как бы городской громаде. И говорят, вот люди, пожалуйста, вот вам определенная сумма денег, а вы сами решайте, куда ее потратить. То ли на латание каких-то участков дороги, то ли на латание крыш, то ли на открытие какой-либо музыкальной школы. Неважно. Вот сами решайте. И путем голосований разных, собраний, круглых столов, люди сами решают. И потом это выносится на комиссию, комиссию утверждает, и эти деньги тратятся. Для чего это делается? Для того, чтобы у граждан города не возникало вот таких скользких вопросов, мол, без нас нас поженили. И вот люди сами распоряжаются этими деньгами. Так вот, теперь к вам вопрос, Александр Федорович. Будет ли у нас когда-нибудь такой бюджет участия? Я уверен, что он должен быть и будет. Тут есть два аспекта. Первый аспект, он называется, да, украинский, он называется участницкий бюджет. Когда действительно гражданам, ну вот как это делается, по примеру, не надо ходить далеко в Канаду или в Америку. Вот наши соседи Польша в городе Люблин. Они предлагают выбирать разные проекты, то есть людьми предлагаются, жителями, через интернет. И действительно, мы хотим устанавливать, не хотим скамейки, а хотим новый парк. Потому что по деньгам это примерно там. Ну и плюс можно формировать бюджет, играть с ним, знаете, как в игре компьютерной стратегической. Как бюджетом управляет и в конце концов выбирает что-то при помощи, конечно же, депутатов, при помощи городского головы, направления, которые развивают. Здесь два аспекта. Первый аспект это то, что есть, ну скажем, бюджет уже идет не на необходимые вещи. То есть у нас бюджет развития уходит, казалось бы, такие, это не защищенные статьи, но необходимые. Ремонт дорог, ремонт коммуникаций, освещение, уборка улиц и так далее. То есть фактически мы тратим деньги, которые, казалось бы, должны были идти на развитие, но мы тратим их просто на содержание. На обслуживание, проживаем, так сказать. Да, так и есть. То есть пока мы не приведем в порядок наши дороги, пока мы не осветим весь город и пока мы, ну скажем, не создадим нужную инфраструктуру, у нас не будет тех свободных денег, которыми можно было распорядиться на брошку или на сережку. Это первое. Второе, это действительно малообразованность нашего, ну скажем так, постсоветского пространства, я имею в виду не только Украину, ну в общем республики СССР, которые люди интернет воспринимают как там, ну скажем максимум, как возможность там посмотреть фильм, мультик или почитать новости, но никак не инструмент влияния на власть. То есть опять же, в Фейсбуке мы можем что-то посудачить, а зайти на сайт проголосовать за переименование улиц мы не можем. То есть получается, что зато потом мы в Фейсбуке будем с вами тысячами граждан обсуждать, что не так переименовали. А зайти в определенный срок, там эти 2-3 месяца и проголосовать, это нет, это мы не можем. То есть, ну вот это правосведомость. То есть низкая активность такая граждан такая себе. Да, именно. Скажите, в следующем году вы реализуете этот бюджет? Участный бюджет? Да. Я думаю, что мы начнем его реализовывать, но в полной мере, возможно мы выделим какую-то сумму денег, ну то есть какие-то там пару-тройку миллионов и скажем, что вот предлагайте, как их разделить. Но вот именно, чтобы весь бюджет развития, думаю, что нет. Нет, ну так он же и не весь, там действительно какая-то часть. Да, какую-то часть, я думаю, что мы сможем. Окей. Александр Федорович, и еще один вопрос хочу вам задать. Вот, возвращаясь к электронному управлению города, да, вы же по своей основной специальности, домэрская, да, вы человек электронный, человек айтишник, вот. Вам все это известно, и вы обучались, и, в общем, очень много информации у вас есть. Вы никогда не задумывались о том, чтобы, например, Николаев сделать, ну таким первым электронным, полностью электронным городом в Украине. Ну ведь это же амбициозная достаточно цель, а вы человек амбициозный в хорошем смысле. И, ну скажем, опять же, возвращаясь к компьютерной грамотности, к электронной грамотности, да, во многих странах, во многих, и даже у нас в городах, есть, допустим, программы, которые, например, направлены на пенсионеров. Да. То есть, какая-то часть из бюджета и часть из денег пенсионеров на покупку компьютерной техники, обучение, вот что-то такое. Да, хотел бы сказать, что с удовольствием я бы компьютеризировал весь город, установил бы везде, ну скажем, все возможные гаджеты, электронные считыватели, и это все контролировал бы через интернет. Единственная проблема, опять же, все эти технологии, они стоят денег. То, что касается пенсионеров, им нужно уделять внимание, и я думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. Вот та идея, которая звучала у меня на выборах, о том, что нужно все-таки школы такие приводить в образовательные центры, где ученики учат с утра, а когда вечером никого там нет, то можно там учить пенсионеров. Да, потому что пенсионер спрашивает, почему нас не спросили, да, там, мы же не могли зайти в интернет, потому что не умеем. Как минимум для того, чтобы они там учились, а потом и пользовались. Потому что не у всех пенсионеров есть возможность купить компьютер или себе там тот же какой-то гаджет. Это мы тоже будем делать. Вопрос в том, что это все должно быть, ну скажем так, тоже заложено в стратегии. Компьютерная грамотность, это уже не то, чтобы дань времени, это необходимость. Это необходимость в нашем мире, потому что уже в ближайшее время мы переходим на ОСМД, там можно будет смотреть в интернете, сколько в счету денег, что ты не заплатил, или куда планируют потратиться деньги. Это такой называемый участницкий бюджет на минимальном уровне, когда граждане и жители дома могут выбирать, куда тратить свой бюджет дома, на какие там, на ремонт крыши или на ремонт подъезда, или на освещение в подъезде, ну и так далее. То есть это тоже нужно и планомерно мы будем это внедрять. Единственное, что это опять же стоит очень много денег. Давайте вернемся к основной теме все-таки, из того, что я услышал, пока вот направление деятельности, пока портовая инфраструктура. Какие еще? Ну вот смотрите, вы сказали о том, что там дороги разбивают наши зерновики. Мы от них никуда не уйдем, это живые деньги нашего города, живые деньги, которые люди получают, пусть пока там в серые, в полусерые какие-то схемы, да, поскольку у нас сильно законодательство такое несовершенное в плане уплаты налогов, может стоило бы вложить деньги, там объединив этих же зерновиков и сделать там бетонную дорогу, которая ведет к порту, чтобы она не разбивала. То есть это один момент. А второй момент все-таки хочется услышать от вас, какие направления конкретно вы видите. То есть вот портовая инфраструктура понятна. Что еще там? Это может быть IT-тематика, какое-то производство, торговля, там, не знаю, перевалочный центр, там, логистика. Вот скажите, дайте направление людям. Ну, в любом случае, действительно, все, что связано с портовой инфраструктурой, нам еще нужно развивать, ну, как бы, логистику. Действительно, у нас есть железнодорожные пути, у нас есть море, у нас есть воздух. Нужно создавать такие терминалы, но опять же, это все не за городской бюджет, опять же, мы ищем для этого инвестора. Первое. Второе. Действительно, нужно развивать не только то, что такое хард, да, будем говорить, то есть то, что нам перевалка там и так далее. Нужно развивать и интеллектуальный софт. То есть объемный, вы что говорите, да? Да, и нужно развивать и софт. То есть нужно заниматься, я вижу... Позвольте на секундочку, я вас приведу по поводу софта. Это о том же Кузнецке. Они сделали бесплатный коворкинг. Теперь молодежь может пилить свои стартапы без лишних затрат на офис. Работает так. Показываешь мэру свой проект, регистрируешься и работает. Стол, стул, интернет, санузел, чайник, вазон. Все. А бесплатно еще, они сделали бесплатный хостинг для PHP, HTML и MISQ. У нас тоже планируется. Мы сейчас очень долго пытаемся с николаевскими IT-фирмами создать IT-кластер. Очень тяжело идет эта технология. Не все понимают, зачем это нужно. Не все понимают, что такое кластерное мышление. Если мы говорим об IT, то сейчас я не могу сказать, что IT может стать двигателем экономики Николаева. Во-первых, потому что IT-шники это очень самодостаточные люди и они не ищут здесь какую-то помощь от города. То есть там тот же коворкинг и так далее. Они зарабатывают неплохо денег для того, чтобы снять какой-то офис неплохой. То есть я имею ввиду, зная среднюю зарплату IT-шников. И IT-шника интересует инфраструктура. То есть его интересует удобный общественный транспорт, его интересует зона общественного отдыха, его интересуют неплохие места приема пищи общественной, его интересует в конце концов тусовка. То есть там какие-то концерты, какая-то там движуха. Вот это интересует IT-шников. Понимаете? То есть запривлекать их там офисом, ну это не то, что нужно. Но это мы тоже планируем сделать. То есть у нас есть одно уже помещение такое неплохое на 600 метров, которое мы хотим тоже найти инвестора, который его отремонтирует. За это там что-то мы ему тоже там дадим, ну то есть равноценно. И тоже сделаем такой классный коворкинг, который будет муниципальным. Не думаю, не знаю, будет ли он бесплатным, будет ли. Но опять же тусовка должна быть вот эта вот IT-шная. И николаевские IT-шники должны понимать, что благодаря им тоже может город встать, как говорится, с колен. Потому что не только нужно заниматься и пилить свои проекты там и стартапы, но и помогать городу. То есть для того, чтобы разработать какие-то системы электронные, нужно заплатить огромную сумму денег. Но если николаевские горожане, николаевцы, которые IT-шники, начнут тоже помогать и создавать какие-то маленькие проекты IT-шные, которые будут работать на город, то это только, ну скажем так, даст нам большой и классный толчок. И сэкономит наши с вами бюджетные деньги. Спасибо. У нас осталось буквально две минуты программы. Я хочу по уже устоявшейся традиции предоставить время гостю для обращения к нашим зрителям. Что бы вы хотели сказать в рамках темы нашей программы? Очень коротко. Хотелось бы сказать, что буквально недавно на мой отчет о 100 днях приехала делегация из Турции, которые хотели бы что-то разместить в нас в городе, какие-то инвестиции, и в том числе сделать парк, какое-нибудь такое место отдыха с фонтаном. Я повел их на Нижнюю набережную показать наши красоты. Это было в субботу, накануне в пятницу вечером, видать там отдыхала молодежь. И все было просто, ну мне было очень стыдно, откровенно. Зная то, что приедет наша молодежь туда иностранная, я попросил особое внимание уделить службе уборки. Убрали, но было просто все загажено коробками, стаканами из-под Кока-Колы, пакетами из Макдональдса. То есть видно, что кто-то накануне вечером в пятницу очень хорошо отдохнул и просто насвинячил. При этом урны были пустыми. Вот что обидно. То есть было стыдно мне, было стыдно перед нашими гостями. И я сказал, что мне очень стыдно, но это не городские службы, это такие у нас, получается, николаевцы. Они сказали, что да, действительно у нас тоже так было, и город невозможно очистить, если горожане не начнут относиться к нему как к своему родному городу. Поэтому они сказали, что мне надо давать месседжи, чтобы горожане понимали, что не там чисто, где убирают, а там чисто, где не ссорят. Поэтому в общем, в этом, скажем так, в контексте этого мусора хотелось сказать, что все, что касается нашего города, уборка, очистка, IT-технологии, программы и так далее, это все касается и горожан, а не только городского головы. Поэтому прошу вас, пожалуйста, любите город и помогайте нам его возрождать. Спасибо вам большое. И на завершение хочется повторить слова мэра. Не мусорите, а старшему поколению контролируйте молодежь, ибо вы можете это сделать, мы вас верим. И все вместе мы построим тот город, где будет приятно жить, работать и отдыхать. Спасибо вам. С вами был Андрей Острев и Игорь Полхов. Всего доброго. И в гостях у нас был Александр Сенкевич. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!